Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, добрый день, рад приветствовать всех нас в замечательном городе, рад видеть знакомые и заинтересованные лица. И с вами хотел поделиться сегодня вопросами стратегии лечения больных метастатическими формами дифференцированного рака щитовидной железы и обсудить вопросы, как и когда проводить системную терапию радиодрезистентных раков, дифференцированных раков щитовидной железы. Понятно всем присутствующим в зале, что изначальная стадия заболевания предсказывает уровень общей выживаемости наших пациентов. К сожалению, каждый четвертый наш больной вместо распространенными формами рака всего-навсего переживает 10 лет динамического наблюдения. Каково же положение дела у нас в Российской Федерации сегодня по статистическим данным? Это почти 8 тысяч вновь заболевших больных раком щитовидной железы на округ на все формы морфологические. И из них ежегодно в специальном лечении, в том числе хирургическом и других методах лечения, нуждается около 6800 больных. Остается прежняя цифра выявления места распространенных форм рака около 25%. И в таком случае оказывается, что около 1700 больных дифференцированных раком щитовидной железы имеют уже показания для проведения радио-йод-терапии. Однако каждый второй наш больной метастатическим формами рака не излечивается от данного вида лечения. 30-35% пациентов, а это армия, составляющая 550 больных, становятся рефрактерными к радиоактивному йоду при недостаточной дозе радиации на злокачественные клетки и неудаче при эрадикации метастазов. Потеря способности накапливать йод коррелирует, конечно же, с выживаемостью. И мы ожидаем выживаемость таких пациентов не выше трех лет. С чем это связано? С пожилым возрастом больных, низкодифференцированными клетками, которые входят в состав дифференцированного рака, большими опухолевыми очагами и, конечно же, высоким накоплением фтор-дезокци-глюкозы при проведении ПЭТ-исследования. Можно нарисовать несколько портретов наших пациентов, которые страдают метастатическим раком щитовидной железы, дифференцированным раком. В первой группе, у которых нет вообще накопления радиоактивного йода с момента первого обнаружения метастазов, вторая группа – это значительное накопление радиоактивного йода во всех обнаруженных очагах. И, наконец, накапливается радиоактивный йод только лишь в некоторых очагах, но не во всех. Однако, невыявление при сцентографии отдаленных метастазов – это еще ни о чем не говорит, так как современные подходы диагностики и, в частности, ПЭТ-исследования, когда накапливается глюкоза, дает нам возможность выявлять висцеральные метастазы в висцеральных органах. Вот это исследование позволяет прогнозировать уже нам выживаемость наших пациентов метастатическим раком, и вы видите, какова разница в выживаемости в двух группах этих больных, у которых есть накопление глюкозы при ПЭТ-исследовании, либо не выявляется. Итак, какой может быть судьба больного, у которого имеет место быть выраженное накопление радиоактивного йода, когда мы только обследуем нашего пациента? Первое – это больной излечивается несколькими дозами радиоактивного йода. Пациент не излечивается, но остается стабильным. Пациент прогрессирует, несмотря на то, что радиоактивный йод накапливается в очагах, и, наконец, накопление есть в некоторых очагах, но не во всех. Когда пациент излечивается несколькими дозами радиоактивного йода, портрет таких пациентов – молодой возраст больных. Небольшие размеры опухолих очагов высокодифференцированного рака – это всего-навсего 30% от всех наших пациентов. Пациент не излечивается, но остается стабильным. Заболевание персистирует, несмотря на накопление радиоактивного йода. Однако мы продолжаем, и в связи с этим мы продолжаем радио-йод терапию. Однако наступает определенный предел, когда уже подходит суммарная доза облучения, которая превышает 600 мегикюрии. Здесь наступает такой момент – больной может не излечиваться, повышается уже риск заболеть лейкозом, и нужно четко определяться в индивидуальном порядке, и нужно ли продолжать такому больному лечение радиоактивным йодом, либо нужно обсуждать вопрос о том, рефрактилен ли такой больной к радиоактивному йоду. Больной прогрессирует, несмотря на то, что радиоактивный йод накапливается. Низкое накопление в очагах имеет место быть радиоактивного йода. Это в основном пожилой возраст наших пациентов и большие размеры опухолевых очагов. В такой ситуации нужно обсуждать возможности других видов лечения. Накопление есть в некоторых очагах, но не во всех. Часто наблюдается пациентов с множественными крупными метастазами, и, как показывает сравнение PET и сцентографии, в режиме World Body, вследствие эрадикации радиоактивного йода, дифференцированных клеток, которые и захватывают радиоактивный йод, но не те клетки низкодифференцированных, которые вообще не захватывают йод. И вот с этими клетками связано дальнейшее прогрессирование заболевания. Радио-йод терапии неэффективна и не влияет на исход заболевания у этих пациентов. Какие мы имеем с вами возможности предложить другие виды лечения у больных, когда мы ставим заключение, что пациент рефракторен радиоактивному йоду? Можно группу больных наблюдать вообще, не лечить. Можно обсуждать локальное воздействие на метастатическое поражение. И в конце концов можно обсуждать и возможности системной, современной системной терапии. Обратите внимание на определение степени распространенности заболевания. Современные подходы диагностики должны быть использованы. Оценка степени имеющихся потенциальных симптомов, которые развиваются у наших пациентов. Обязательно обсуждать наличие сопутствующей патологии. И, конечно, определение уровня прогрессии радиографически выявляемых очагов по критерии резист. Я хотел бы просто вам напомнить эти данные, когда мы определяем исходные размеры опухолевых очагов с традиционными либо современными подходами к диагностике и определяем в дальнейшем наличие полной частичной ремиссии стабилизации либо прогрессирования процесса. Каких больных мы можем наблюдать? Без дополнительного лечения. Это пациенты, дифференцированным раком, резистентные к радиоактивному йоду, у которых, первое, велотекущее заболевание, нет явной симптоматики и нет дополнительной нагрузки на заболевание. У этих пациентов, резистентов к радиоактивному йоду, у которых нет явной симптоматики, стабильных, либо с минимальной прогрессией, у которых не ожидается стремительная прогрессия, Конечно же, можно этих больных мониторировать на тиреотропном гормональной супрессии с регулярным наблюдением этих больных каждые три месяца. Локальное воздействие. Конечно, здесь можно обсуждать хирургические подходы, термоабляции, радиотерапия и стереотоксическое облучение. Можно лечить пациентов с локальными небольшими новообразованиями, локализованными в головной мозг, легкие печень, кости. Каково преимущество локальных воздействий? Предотвращает, конечно же, местное осложнение, контроль симптомов, таких как боль, болевой синдром. Отсрочка назначения системной терапии, которая, как нам известно, должна назначаться очень длительно и затрагивает много социальных проблем. И, возможно, улучшение выживаемости. Методы локального воздействия вы увидите на данном слайде. Показания и возможность использования каждой из этой техники зависят от локализации и размера очага. И основные преимущества, конечно же, локального воздействия – минимальная инвазивность, хорошая переносимость, назначение количества нежелательных явлений и, конечно же, это селективное воздействие на очаг. Когда же локальное воздействие неэффективно тоже получается, либо невозможно по каким-то причинам провести это лечение, заболевание прогрессирует, в таком случае нужно обсуждать вопрос об использовании системной терапии. Современная системная терапия – это ингибиторы киназ. Как показали исследования, мировые исследования, второй и третьей фазы исследования ингибиторов киназ, они оказались очень эффективными от 42 до 68%. Мы видим группу ингибиторов, которые назначаются таким пациентом. И из этой группы наиболее известный нам с вами – это сарафинип Нексавар, который в марте 2014 года уже был зарегистрирован у нас в Российской Федерации и с успехом используется в лечении такой группы пациентов. Какова его эффективность? Хорошо показывают результаты исследования DECISION, это крупное международное анакоцентровое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование третьей фазы сарафиниба, которая показала очень неплохие результаты. Дизайн исследования прост. Были выделены две группы пациентов. Первая группа, которая получала Нексавар, и вторая группа, которая получала плацебо. И эти больные получали назначение до того момента, когда было зафиксировано прогрессирование заболевания. И вот когда фиксируется прогрессирование заболевания, наступает момент, когда врач-исследователь проводит расслепление этого метода. И в группе пациентов, которые получали Нексавар, опять назначается продолжение принятия Нексавара. А в группе больных, которые получали плацебо, эти больные переходят на использование, на получение Нексавара. Что получили мы в результате исследования Дисижн? Конечно, основной показатель определялся, это выживаемость без прогрессирования. И как мы видим на этом слайде, разница в выживаемости в группах, получавших Нексавар и плацебо, значительная. В два раза превышает выживаемость в группе больных, которые получали ингибиторы киназ. Однако исследователи не получили достоверной общей выживаемости при этом исследовании. Здесь можно это как бы обсудить тем моментом, что больные в группе плацебо переходили в дальнейшем на Нексавар. Мы видим здесь хорошие результаты проведения терапии и видим, как хорошо работает Нексавар на уровень кириоглобулина, который очень важен нам в контроле динамического наблюдения. И мы видим значительное уменьшение опухолевой массы радио-резистентного рака на ингибиторы киназа, в частности на Нексавар по сравнению с плацебо. Когда начинать лечение с арафенибом? Здесь нужно смотреть на наличие прогрессирования и на опухолевый объем массы. Если прогрессирования нет и опухолевый объем низкий, мы не назначаем никаких назначений, можно наблюдать больных без прогрессирования. Но высокий объем опухоли, здесь та самая терапия, о которой мы уже говорили, либо симптоматическое, либо локальное воздействие. И когда прогрессирование наступает, здесь нужно смотреть на эти данные, когда наступает прогрессирование, при какой радиотерапевтической активности. При низком объеме опухолевой массы можно не назначать системную терапию, а при высоком опухолевом объеме, вот тогда это и есть прямые показания для лечения больных Нексаваром. Наглядный пример ответа на использование Нексавара наш коллега Фурио Пачини вот такие слайды нам предоставил, который участвовал в этом исследовании. Мы видим ответ на Нексавар метастазов печени, хороший ответ, лимфатические узлы средостения и метастазы кости таза. Здесь объем как бы остается, но вы видите разрушение опухолевой массы, как таковой нет. Можно здесь уже локальное воздействие цементировать, в частности, чтобы не было перелома и т.д. Профиль безопасности препарат очень неплохо переносится. Нашими пациентами имеет предсказуемый и коррелируемый профиль нежелательных явлений, которые в основном проявляются первой, второй степени тяжести и представлены ладонно-подошвенной кожной реакцией и в основном диареей. Об этом наших пациентов нужно предупреждать, проводить соответствующие беседы. Но при легких степени токсичности можно справиться с этими моментами. При тяжелых степени выраженности таких реакций мы должны использовать соответствующие лечебные мероприятия, которые вы видите. Также, как и с диареей, опять же хочу напомнить о том, что, как правило, выражается она первой и второй степенью в соответствующей шкале. И, соответственно, можно лечить наших пациентов с соответствующими назначениями. Это, конечно же, и питание, и контроль уровня мочевины нужен, электролитов, восполнение потери жидкости и так далее и тому подобное. И вот что самое главное здесь нужно отметить, что когда выявляются эти нежелательные явления, помимо того, что мы пациентов можем симптоматически лечить, можно от этих нежелательных явлений уйти путем отмены Нексавара вообще, либо снижением дозы Нексавара, которую мы видим здесь на данном слайде. Золотой стандарт – это 800 мг в сутки, 402 раза в день. Можно перейти на 600 мг в сутки, либо 400 мг в сутки по 200 мг 2 раза в день. Но после уменьшения выраженности негматологических нежелательных реакций уровень дозы должен быть опять повышен. Таким образом, нужно констатировать, что DECISION – это единственное на сегодняшний день положительное исследование данного таргетной терапии, которое показало статистически значимое увеличение времени до прогрессирования. И нужно сказать о том, что это в принципе будущее для таких пациентов, которые резистентны к радиоактивному йоду. Некоторые несколько молекулярные таргетные препараты, уже зарегистрированные как в Европе, как в Америке, и некоторые уже зарегистрированные в Российской Федерации. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение проблемы резистентности к терапии. И, несомненно, корреляция результатов лечения с молекулярным генотипом опухоли может проанализировать при использовании теразин-киназных ингибиторов. Спасибо за внимание. Я хотел обратиться ко всем докладчикам. Давайте будем придерживаться регламента. Это раз... 16 минут. 16 с половиной. Извините. Большой материал. Ну давайте один вопрос зададим профессору. Давайте я задам. Скажите, пожалуйста, вот говорит ли о том, что это морфологический вариант гетерогенности опухоли щитовидной железы, когда мы в одном случае наблюдаем рефракторность, не накапливают радиоактивный йод, а в другом случае метастатические очаги накапливают. О чем это свидетельствует? В этом докладе об этом говорили. Да, в частности, составом низкодифференцированных клеток это может быть входить... Даже мы знаем прекрасно, что в группе с высокодифференцированным раком есть периферические клетки, которые имеют низкую дифференцировку, и это может повлиять на накопление радиоактивного йода. То есть все зависит от морфологии опухоли? От морфологии, несомненно, Евгений Александрович. Спасибо. Спасибо. Спасибо.